Жанна Дмитриевна Шингарева родилась в деревне Ужлятина Витебской области Республики Беларусь 15 октября 1941 года, а в самый разгар Великой Отечественной войны. Значит, мне даже родиться негде было, если так сказать. В пуне холодно и сыро, и все. И маму привели в тот дом, который еще сохранился на окраине. И там вот я родилась в этом доме. По словам женщины, выжить в таких суровых условиях ребенку было тяжело. Поэтому все запасы, которые оставались у людей, отдавали малышу. Кто приносил зерна немножко, кто мучички маленький там мешочек. Вот таким образом я выжила, потому что там бы ребенку вообще выжить было бы невозможно. Поселение, в котором родилась маленькая Жанна, находилось среди белорусских лесов и болот. Мимо Ужлятина проходила железные и шоссейные дороги. Как рассказывает женщина, передвижение немецких войск было постоянным. Они останавливали буквально поезд, когда увидят, что деревня, и бежали грабить. Матка млека, матка яйка. Это у них было, знали они по-русски, вот так сказать. Грабили, ловили. Что было? Скот там, поросят, все, крик. Летели перья. Поначалу пока еще что-то было. И уезжали. В 43-м в деревню приехал карательный отряд, перед которым стояла задача уничтожить всех, кто попадется на пути. Фашисты загоняли людей в деревянные избушки и безжалостно сжигали. Вот мы попали в ту группу, которая была у речки. Там наверху, где был дом, там немцы сожгли людей. А эти полицаи здесь охраняли у речки. И они ждали, видимо, немцев. А немцев все нет и нет. Один полицай ушел, потом второй. А потом все ушли. И народ бросился бежать в лес к партизанам. В лес болото убежали. После войны Жанна Дмитриевна и вся семья вернулась домой. В 48-м году юная Жанна пошла в школу. Закончив 10 классов, уехала в Новосибирск. Там поступила в институт на юридический факультет. После вышла замуж и в 69-м году вместе с супругом приехала в наш город.